Ну а теперь рубрика «Без происшествий». В преддверии дня ГИБДД коллега Илья Кошкин пообщался с ветеранами ведомства и узнал, как было раньше. Например, если сейчас бесправники уезжают от полицейских, то раньше нарушители были более суровыми. Один из них выстрелил в инспектора из ружья. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водителя, управляющего запорожцем, в котором находилось 7 человек. Ну я их сдержал без документов, как бы без ничего. Я говорю, где удостоверение? Он говорит, дома. Сейчас принесу. Он забежал в дом, вытаскивает ружье, и меня начал стрелять. Я его скрутил, связал, ружье отобрал, все привез в управление, оформил все как положено. Ну что касается измерения скорости, появился первый прибор, называется лампа фара. Устанавливалось на боковом стекле автомобиля. И когда проходит транспортное средство, если есть превышение скорости, стрелка показывала, с какой скоростью движется автомобиль. И мургает красная контрольная лампа, если превышение. А еще нам рассказали про первый экзаменационный компьютер по ПДД. Здесь вставляется карточка, вот этот разрез. Здесь высвечиваются вопросы, задаются. Сидит, человек смотрит вопрос. Вот допустим, второй нажал, и сразу ответ какой? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ему сразу он высвечивает, правильно, неправильно. Ошибку точно сразу знает человек. И когда он все 10 вопросов ответил, аппарат пишет, сдал или не сдал. Ну и второй герой – Василий Татаринов. Это бывший командир полка дорожно-патрульной службы, который еще и занимается ралли. Наша команда с начала 90-х годов выступала на чемпионате Европы полицейских сил. В командном зачете мы всегда занимали призовые места. Одно из условий было то, чтобы ты прибыл на это мероприятие на своем служебном автомобиле, в своей униформе, но без оружия. И он также рассказал про первую иномарку в ГИБДД Кирова. В 1995 году было понятно, что отечественные модели, конечно, хорошие у вас, но они не отвечали динамическим характеристикам, скоростным характеристикам при обеспечении сопровождений. Руководством управления ГИБДД было принято решение о приобретении первых двух иномарок. Выбор пал на БМВ. Была заказана по спецзаказу. Мы нарисовали конфигурацию, которую мы хотели бы видеть усиленная подвеска, мощный мотор, без кондиционера, но с мощным мотором. Хотел бы поздравить всех действующих сотрудников, ветеранов, органов госавтоинспекции, пожелать им крепкого здоровья. А нашим водителям пожелать многих-многих тысяч километров безаварийных дорог, чтобы водители уважали пешеходов, чтобы пешеходы уважали водителей. Если бы люди проявляли уважение друг к другу, как водители, так и пешеходы, то половина дорожных транспортных происшествий, даже не зная правил дорожного движения, можно предотвратить.